здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор дело в том что он вот буквально сегодня мне стали все писать с просьбой разобрать заявление иосифа пригожина по поводу того что какой-то какой-то телефонный разговор слили в сеть и на нем как бы фигурирует данный человек да и он утверждает отнекивается что это не он и вообще я не я лошадь не моя но давайте разбираться забегая немного вперед я вам дам конечно же спойлер врет как дышит дышит часто но а то как он это делает я вам покажу 10 вообще таких серьезных манипуляций которые чаще всего используют все лыжицы вот он пошел по той же схеме по которой чаще всего идут и идет основная масса тех кто хочет соврать и вот для этого нам как раз с точки зрения обучения очень интересно это видео потому что она содержит просто учебное пособие потому как не надо врать надо но мне можно сказать да давайте не будем слишком затягивать вступительную речь а начнем уже видео не длинная но очень информативная давайте дорогие друзья сейчас в интернете распространяется фальшивая аудио запись с якобы и знаете сразу хочу обратить ваше внимание что у него на лице страх озабоченность печаль и это но такой косвенный признак того что действительно речь идет о нем и о его разговоре потому что если бы это бы если бы он увидел и понял что это не про него он бы легче об этом говорил да безусловно это портит его репутацию но у него наверняка были бы какие-то аргументы для того чтобы доказать но это я не не беру в учет это ну скажем так небольшое мое личное наблюдение это не но не не совсем это прямой признак того что он врет это просто косвенно а вот прямые признаки сейчас мы с вами все разберем их 10 пунктов будет моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком я хочу сказать что видите пожимает плечами отклоняется печаль страх страх в данном случае реакция как беги до страх бывает стой то есть замри дерись беги да вот три варианта реакции на страх здесь в данном случае избегания вот он пытается избежать этого и это понятно когда на тебя но справедливое или несправедливое обвинение предъявляют к тебе даже ты начинаешь как-то реагирует и естественно первая реакция это страх а как вообще такое могли подумать да и прочее прочее поэтому здесь вот эти вот признаки я даже не беру в учет а но вот с этой стороны вы носки они как бы косвенно будут показывать его поведение да а вот прямые сигналы того что нам врут вот это вот прям будет справа вот эти все вы носки и давайте на них смотреть сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос но и беседу и так первый аргумент который звучит и как правило первый аргумент это самый главный аргумент у человека даже если у него нет других аргументов как только он слышит обвинение он сразу ну говорит самое главное что он считает нужным чаще всего он говорит я этого не делал и только потом он начинает искать доказательства здесь же этого не звучит здесь звучит сразу доказать как бы доказательная база да вот получается почему это происходит потому что лжец избегает факта лжи до последнего он пытается косвенными какими-то уликами привести вас к тому чтобы вы поверили то есть когда человек четко заявляет уже факт лжи то обратно пути уже не будет и это знаете все тело сопротивляется как правило тому что мы врем и поэтому мы стараемся избегать вот этих слов и знаете для того чтобы вам не врали обязательно добейтесь того чтобы человек прямо ответил на вопрос вот прямой вопрос который подразумевает только да или нет было не было вот вот это вот он должен сказать а уже дальше обосновывать свои слова понимаете а лжец он будет выкручиваться он будет находить всякие разные аргументы для того чтобы не произнести максимально долго этот факт и вот это уловка которую он сейчас использует да по сути он не произносит факта что я этого не делал он как-то вот косвенно якобы мой голос якобы ну потом эти технологии позволяют да но он не произнес что он этого не делал это первый факт и этот факт вот этот вот эту манипуляцию он будет использовать еще один или два раза мы это все увидим но он вместо того чтобы развить дело в том что человек невиновный он будет копаться вот в этом он будет выяснять он будет доказывать исходя из факта да он узнает все как аргументы которые против него и он с ними будет работать а лжец будет уводить в сторону лжец не признает ничего и поведет вас в сторону и в данном случае он эту первую роковую ошибку совершает дальше что еще я считаю аргументом который ему в минус до дело в том что он говорит и здесь мало эмоциональной вовлеченности эмоциональная вовлеченность у него здесь будет и я вам покажу вы это увидите но здесь вот именно в этом когда вот он начинает перебирать аргументы он мало эмоционально вовлечен почему потому что лжец ну и естественно он сейчас боится он его поймали и он испугался его реакция замри замри избегая этого до забей замри беги да вот вот то есть он боится и поэтому он боится совершить ошибку и поэтому мало эмоциональной вовлеченности потом эмоциональная вовлеченность будет когда он будет говорить общеизвестные факты сейчас же он начинает да и он формирует свою линию защиты и поэтому вот это замирание человек который не виновен он как раз возмутиться и начнет докапываться до сути он начнет копать там где страшно там где больно потому что там как раз зарыто его спасение а лжец он будет как раз избегать вот этого факта и будет уводить вас в сторону понимаете сразу два прокола дальше идем вы знаете интернет превратился в такую большую помойку вот здесь пошла эмоциональная вовлеченность причем посмотрел сюда вот в эту область да как правило внизу у нас тактильное ощущение то что действительно с нами было то что мы щупали то что мы знаем хорошо и он это знает он об этом говорит сознанием дело естественно это человек который в публичном пространстве ни одну собаку съел извините за такую тавтологию но вот вот так вот и поэтому он прекрасно понимает о чем говорит и приподнимает брови с презрением ну то есть вот весь спектр эмоций того что он знает о чем говорит и предъявляя нам общеизвестный факт он тем самым нас опять уводит в сторону обсуждения вот этого факта то есть не то что я не говорил а посмотрите как все плохо понимаете манипуляторы они часто переключают наше внимание и вот и поэтому знайте что если в вас пытаются переключить на что-то другое возвращайте нить разговора и задавайте четкие вопросы да но естественно здесь у нас монолог и мы его не можем прервать и вернуть не ну а мы зато можем послушать и сделать выводы куда он нас ведет да он нас взял за ручку и ведет сторону того чтобы мы поверили в то что он не он и лошадь не его давайте дальше идем где есть что-то полезное и естественно нужно девальвировать дискредитировать любого человека видите как он легко это говорит и какие эмоции вот здесь уже вот здесь вот прям по по списку смотрите я не буду останавливать но вы вы видите да все эмоции которые здесь у нас и челюстью он повел и брови поднял как бы удивился сказал обратите внимание посмотрите какая помойка этот интернет да ну то есть вот и вот все и ему это это действительно правда и но то о чем он говорит он в это действительно верит и здесь у нас действительно вот еще знаете лжец максимально будет ну и вообще если вы хотите врать максимально вплетайте в свою ложь какие-то известные факты как можно больше правды вплетать надо потому что среди большого количества правды факт лжи может оказаться незаметным знаете когда много в пазлах элементов да то недостаток одного пазла может оказаться незаметным да вот поэтому максимально вплетайте какой-то про правдивый факт и будет вам хорошая ложь да дальше здесь вот интересно с паузой этическую позицию все знают она присутствует мою все знают но не проговаривает ее вслух понимаете вот это тоже вот это как раз помните первый пункт лжец избегает факта лжи вот пожалуйста вам еще раз потому что да все знают отсылает нас к тем кто все знают нет чтобы сказать я за путина я я я поддерживаю свою нет палить мою политическую позицию все знают и она и пауза пауза потому что вот здесь как раз он либо он произносит факты лжи и присоединяется четко от оседает на одном стуле до либо он пытается балансировать и дальше на двух стульях поэтому он говорит все знают да и каждый поймет так как посчитает нужным и это как раз еще одна уловка такая для того чтобы но и в комментариях наверняка его поклонники говорят что у вас несправедливо оклеветали да а по сути он ведь сказал то что каждый воспримет так как ему нужно и вот вот это вот еще одна манипуляция да не называет а отсылает куда-то поискать до поискать где-то я в информационном пространстве это сказал но а что ему сейчас мешает сказать то что он за родину за сталина и готов идти на фронт не от этого понимаете вот вот еще одна такая вот хитрость по которой мы понимаем что здесь нас пытаются обвести вокруг пальца и да он смотрит тактильное ощущение но далее он избегает так во всех моих интервью и в общественном поле видите как посмотрел до тактильное ощущение действительно так и есть ведь так и есть во всех сми он всегда поддерживает и своего поддерживает путина и вообще вот он весь весь за 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 да но судя по телефонному разговору он конечно как любой мыслящий человек вот здесь знаете вот здравомыслие у людей которые чего-то достигли в жизни я считаю что она не атрофировалась даже с началом св и даже если они это поддерживают все равно в кулуарах они обсуждают и не поддерживают потому что ни один здравомыслящий человек этого поддерживать не может а те кто это реально поддерживает я считаю что после того как это закончится их надо как-то проверять вот психическое здоровье потому что это ну как бы это вообще не нормально но это моя позиция опять извините за мои эмоции я опять немножечко меня заносит поэтому возвращаемся к нити повествования да и я понимаю что действительно он против этого но ему сейчас надо усидеть на двух стульях да и сверх задачу он с треском проваливает потому что мы видим что здесь напрягается сейчас будет отклонение из испуг челюсть опусти сейчас вниз выставит лоб сжал губы вы видели да вот ну то есть вы знаете когда я послушал аудиозапись я сам чуть ли не поверил в то что это я но прекрасный ход еще один с точки зрения манипуляций согласиться со своим собеседником это такое знаете психологическое айкидо я с тобой согласен адам согласиться признаться открыть свой недостаток да я человек с недостатками я имею возможно я имею право на ошибку в конце концов до встать на место своего собеседника оппонента до понять вот это вот все это это чистейшей воды манипуляция но и это опять уводит нас в сторону и он как бы присоединяется к нам он как бы говорит ребят но я же на самом деле не такой плохой я же на самом деле ведь понимаю да что вы меня могли за подозрить вы могли но я не такой что вы что вы да отчасти он согласился с тем что на него вот так вот все набросились да вы имели на это право я понимаю что я не идеальный ну и так далее он это вот манипуляция в общем давайте дальше то есть это уже шестая манипуляция дальше смотрим я хочу сказать что наверное ни у кого нет сомнений как блестяще умеют еще раз смотрите он посмотрел при этом наверх а вот здесь у нас область фантазии представлений и в общем то не но отчасти то он знает что да действительно сторону пранкеров да вот что есть такие пранкеры которые звонят которые там разводят и так далее а но это опять уход в сторону понимаете это еще раз нас берут за ручку и еще раз ведут еще куда-то понимаете вот лжец он так и поступает он начинает нас водить в разные стороны чтобы загрузить наш мозг это знаете как цыганский гипноз она подходит начинает хватать тебя за волосы за одежду начинает тебе что-то кричать то есть она перегружает все твои органы восприятия она хватает тебя она делает тебе как-то больно да ты отвлекаешься ты не знаешь на что реагировать и вот это вводит тебя в гипноз да вот это вот как раз и есть трансовые техники да и вот он тоже самое делать сейчас перед нами происходит сеанс цыганского гипноза да дальше сейчас пойдет уже каши например сегодня пранкеры подделывать голоса лидеров и общаться напрямую с другими лидерами соответственно как бы потом делая это достоянием общественности понимая их мысли мнение и разное прочее то есть он рассказывает такой общеизвестный факт а разве вы этого не знаете как вы можете этого не знать вы же такие начитанные вы же образованные люди вы же умеете пользоваться интернетом это любимая вообще уловка манипуляторов призвать ваш здравый смысл теперь еще и это да то есть вы же знаете что это бывает вы же недостаточно вы же достаточно образованы умны для того чтобы это знать видеть понимать да и я стал жертвой вот таких вот людей да но то есть вот он начинает о чем-то другом но не а факте понимаете вот от факта он нас всячески разными способами уводит не произносит ни разу не произнес вот прям четко что это ложь и я готов предоставить вам доказательства я готов провести экспертизу то есть уводит в разные разные стороны но вот а уводит в сторону только лжец который не хочет чтобы вы копались дальше в этом этот факт носит неприятный характер что мой голос гуляет по интернету хочу сказать а вот это уже такая прям оговорочка по фрейду не зря это так называют да мой голос он говорит легко а дальше он понимает что что-то ляпнул да и он дальше поправляется и говорит очень тяжело дальше то есть мой голос было произнесено легко а дальше тут этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения это фейк понимаете понимаете вот мой голос было произнесено неосознанно даже легко да то есть тело все тело сформировалось собралось и это все сказала да и он этого даже не заметил на первой секунде да а потом он понял что ляпнул не то и пошел поправлять себя а уже поправлять он начал с запинками вот как раз вот здесь уже пошло вранье да то есть он он колется на каждом шагу и это был девятый пункт и что же десятым пунктом будет гражданская позиция политическая позиция всем известно она во всех интервью я никогда не был закрытым человеком я всегда открыт я всегда в зоне доступа и мой пози кстати открыто плечиком ну ладно это даже неважно да то есть моя гражданская позиция и знают все но я ее называть не буду да потому что я хочу сидеть на всех стульях сразу все знают поэтому пожалуйста не тиражируйте эту фальшивую аудиозапись и делайте из этого никакой сенсации мне это конечно же неприятно но факт остается фактом это не имеет ко мне никакого отношения еще раз но в конце он сказал правду мне это неприятно да действительно это будет неприятно потому что это будет больно потому что придется определиться с кем ты с умными или с красивыми и и здесь уже как бы надо уже четкую свою позицию обозначать и четко говорить а в данном случае он пытается пытается усидеть на двух стульях и как бы я не я лошадь не моя ну конечно это довольно забавно смотреть и знаете все таки я добавлю свои свои умозаключения по поводу этого всего да действительно я уверена на сто процентов что это его голос на аудиозаписи и он там хает наше руководство людей которые это поддерживают и я считаю что в таком же состоянии находятся все думающие люди правда есть среди думающих есть люди с совестью а есть люди хитрожопые вот хитрожопым можно смело отнести всех кто сейчас поддерживает эту спецоперацию в том числе этого человека да сейчас его взяли за жабры и ему придется все таки назвать эту свою позицию придется как-то присягнуть вот прям публично за этим мы с вами про наблюдаем да за этим позором но как человек думающий я понимаю что он все таки как минимум как человек думающий понимает что это все такая вообще авантюра которая не нужна была никому никому абсолютно и ему в первую очередь и как он даже в этом разговоре я потратила целых полчаса своей своего времени прослушала он там говорит мне бы еще годик поработать да и я бы спокойно отошел от дел ну что поделать не не все так происходит особенно когда ты принимаешь темную сторону отвечать приходится и всем я бы хотела еще от себя добавить что все кто сейчас поддерживает это все задумайтесь и подумайте как из этого побыстрее выйти потому что потом в любом случае понимаете наказание всегда придет и отвечать всем придется это это факт и как бы веревочки не виться конец всегда придет да ну ладно не буду дальше утомлять ваше внимание я с вами прощаюсь желаю вам хорошего я не знаю когда я выгружу это видео но продолжение дня или вечера не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео не забывайте прокомментировать напишите свое мнение может быть я где-то перегнула палку в очередной раз скажите мне ваше мнение я понимаю как вы устали уже от моих политических взглядов но я человек я не могу быть я не могу абстрагироваться от того что я вижу вокруг себя я не могу это на это закрывать глаза поэтому извините меня вот за такую мою прямолинейность я слишком часто выражаю свое мнение обещаю что следующий разбор я сделаю кого-то из шоу-бизнеса и без политической окраски я постараюсь но вот как есть да поэтому лайк дизлайк видео не забывайте подписаться на канал если вы впервые у меня на канале люблю вас всех очень сильно пока пока